Здравствуйте, это программа «Здорово выглядишь!» В середине 20 века на Всемирном съезде ортопедов в Лондоне была принята вот такая эмблема ортопедии. Символично, но именно ортопеды ставят людей на ноги и заново учат их пользоваться своим телом. Именно они исправляют то, что испорчено природой, болезнями и травмами. И в этом видео вы услышите истории нескольких пациентов и рассказы о лучших ортопедических методиках. С Сахатом Физотевичем мы встретились за полчаса до операции на кисти. Его диагноз – контрактура дюпьютрена. Он не может сгибать и разгибать пальцы рук, то есть кисти фактически не работают. Он не в состоянии даже держать ложку. Каждый, так скажем, из домохозяев и домохозяек когда-нибудь разделывал мясо дома, да? Вы видели пленки, которые на мясе сверху находятся, да? Это фасция, это апоневроз. Так вот, если раскаленным ножом или еще чем-то произвести, она слущивается, сморщивается. Длина изменяется, фасция значительно утолщается, но значительно укорачивается, что приводит к сгибанию пальцев, так называемой сгибательной контрактуре. Две недели назад Ахату Физотевичу была проведена операция на левой руке. Результат вы видите сами. Руга прям отлично работает. Я как будто думал, что как будто там ничего и не было до этого. А раньше она вот так вот была. А сейчас, пожалуйста. Ну, вот эта рука, вон, видите. Ну, наверное, будет такая же. Контрактура кисти – заболевание необратимое. Задача врача – убрать либо рассечь измененные ткани. Одна из последних ортопедических методик позволяет это сделать без разрезов на коже под местным обезболиванием. Выполняется это все специальными иглами, которые позволяют манипулировать под кожей достаточно свободно и выполнить рассечение фасций, что приводит к увеличению длины и разгибанию пальцев. Для того, чтобы не было рецидива заболевания, хирург использует еще одну методику – липофилинг. Для того, чтобы рецидива не возникла, то есть повторного развития этого заболевания, мы используем еще одну методику, она называется липофилинг. То есть эта методика используется в пластической хирургии, забирается жир из донорского места и пересаживается специальным образом на ладонь. Свойства этой жировой ткани не предотвращают повторное развитие заболевания. Артероскопия – методика, которая практически вытеснила открытые операции на суставах. Хирург Руслан Зайцев уже много лет специализируется на лечении травм суставов, повреждениями низков, связок, нестабильности суставов. Для того, чтобы проникнуть в жесткую структуру сустава, надо делать либо большой разрез, что может привести само по себе травму, либо наоборот это очень удобно, значит, проникнуть через небольшие проколы, как в замочную скважину двери, не открывая дверь. А вот внутри сустава через эти проколы мы выполняем достаточно большой хирургический объем вмешательств разных, и вмешательств, которые предусматривают изъятие части поврежденного органа или наоборот его воссоздание, или какую-то пересадку биологических клеток, или, значит, шов сухожилия и так далее. Поэтому арсенал технических приемов при применении метода артероскопии он велик. С помощью артероскопии без разрезов и дополнительного травмирования сустава можно удалить разрушенные ткани при артрозе и таким образом избавить человека от бесконечных болей. Убираются все поврежденные части, которые как бы не нужны для существования этого сустава. Не только убрать, но, может быть, если нужно для пациентка конкретного какого-то, то и заместить эти участки. Берется хрящевая ткань с ненагружаемой поверхности бедра и, грубо говоря, пересаживается на нагружаемой поверхности. Артероскопия применяется уже почти 100 лет, но продолжает совершенствоваться с каждым годом. За последние 5-7 лет эти операции стали еще более надежными и точными. Могу сказать, что я, идя в операционную, до конца еще не знаю, чем я закончу, но если это было какое-то количество лет тому назад по незнанию или по малому опыту, то теперь это потому, что у меня есть вариативность применения техник. Хирургия стала настолько разнообразной, что это даже хорошо, что я могу какие-то вещи изменить во время операции. Вот она стала такой, да, она стала другой. И она сразу поменялась, она еще улучшила отдаленные результаты, еще снизив количество рецидивов в послеоперационном периоде. Илья Петухов – пациент врача-ортопеда Георгия Геннадьевича Воробьева. Врожденная косолапость сейчас практически незаметна, но и еще недавно Илью ждало совсем не радужное будущее. Было поставлен такое ультиматум, что ли, я не знаю. Мне сказали, что нужно сделать операцию, иначе после 30 лет я сяду в инвалидное кресло. Я, конечно, не поверил сразу так вот просто, что поехал на консилиум в Москву. Там, да, врачи собрались и вообще, знаете, с таким сказали, что ты к нам приехал, давно уже пора тебя оперировать. Ну и да, с этим заключением я вернулся. Георгий Геннадьевич здесь меня провел тоже ряд операций, которые позволили мне чувствовать себя лучше. То есть я действительно могу теперь бегать. Методика доктора Воробьева позволяет запустить в работу мышцы, которые до сих пор не действовали. Для этого хирургическим путем меняются точки прикрепления мышц. И в итоге ленивая мышечная ткань заряжается энергией от соседней здоровой мышцы. Пересаживают условно здоровую мышцу, перемещают ее на тот элемент, который находится в состоянии порезы или определенной дегенерации. Эта мышца начинает работать. За счет чего вот условно здоровая мышца или перемещенная, пересаженная является для нее как дополнительным, как говорится, аккумулятором энергии и заставляет ее так же возбуждаться и отвечать на эти сокращения. В ортопедии есть один непреложный закон. Чем раньше проведено лечение, тем меньше последствий для опорно-двигательного аппарата. Не нужно пытаться привыкнуть к своей травме или болезни. Сегодня хирурги-ортопеды поистине творят невероятное. И невозможное делают возможным. Ультрасовременные технологии и отшлифованное мастерство травматологов-ортопедов Медгарда позволяют решать проблемы опорно-двигательного аппарата через маленькие дырочки бережно и надежно. Ортопедия многопрофильного лечебно-диагностического комплекса Медгард. Прецизионная точность и в простом, и в самом сложном. Прокационное лазерное омоложение с помощью американского Эрбиева лазера – один из наиболее часто выбираемых пациентами методов для решения различных эстетических проблем кожи, таких как морщины, нависание нижнего и верхнего века, общее старение кожи, растяжки и пигментные пятна, рубцы после угревой сыпи, а также хирургического вмешательства. В процессе лечения удаляются микроучастки старой кожи, а на их месте формируется молодая здоровая ткань. Фракционный фототермолиз дает прекрасные результаты при омоложении шеи, декольте и частей рук. Итогом процедуры становится гладкая здоровая кожа, а эффект сохраняется на 5-7 лет. Клиника «Эстетика». Улица Новосадовая, 142, телефон 334-00-24. Самая лучшая прическа – та, с которой не нужно возиться. Утром встал, слегка намочил и вуаля, на голове красота. Именно поэтому многие девушки, у которых прямые волосы, мечтают о кудрях. Красота не должна требовать никаких жертв. Таков современный принцип индустрии красоты. Поэтому жестокие и жесткие завивки уходят в прошлое. Окрашивание для волос становится все более безопасными и щадящими. И на смену химической завивки ресниц пришел лифтинг ресниц. Это процедура, которая позволяет увеличить изгиб ресниц без химического воздействия. Эффект будет очень натуральный. И вместе с тем реснички откроют глаз. Даже у женщин с новейшим веком будет эффект именно лифтинга. Визуально они будут длиннее. Будет облегчаться, в принципе, макияж абсолютно. Можно красить тушью. Достаточно буквально двух взмахов тушью. И мы имеем красивые, пышные ресницы. И эта процедура не имеет ничего общего с наращиванием ресниц. Эффект распахнутых глаз достигается за счет заполнения каждой реснички специальным пигментом и кератином. Действие лифтинга длится до трех месяцев. При этом никакого особенного ухода за ресницами не требуется. А спустя три месяца можно повторить процедуру без опасения повредить реснички. Что касается химической завивки волос, сегодня хорошую завивку уже никак не назовешь химией. Это молекулярное моделирование, при котором мягко меняется форма волоса, но при этом сохраняется его биологическая структура. Молекулярное моделирование от японских производителей это самая безопасная завивка для любых типов волос. Молекулярное моделирование не влияет на качество волоса. Меняется только его форма. Структура остается такой же увлажненной, локоны получаются гладкие. И молекулярное моделирование со временем просто-напросто распрямляется, не требует состригания. Тем, кто переживает за качество волоса, можно совершенно об этом не волноваться. В состав завивки входит множество полезных веществ. Аминотислоты и хитозан, которые укрепляют волосы изнутри и снаружи. Церамида и глицерин, которые смягчают структуру волоса. И многие другие ухаживающие компоненты. Для меня это самое то, что мне и надо было. Для этого я и пришла. Воздушные такие, пышненькие, но они мягкие. То есть, если их сравнивать с какой-то процедурой, как химия, я еще помню, из детства, так сказать, у бабушки трогала, то они были у нее жесткие. А здесь мягкие, хорошие. Мне все понравилось. С молекулярным моделированием можно легко стать обладательницей роскошных кудрей, мягких локонов, изящных завитков. С такими волосами вам не нужен стилист. Сделать великолепную прическу в домашних условиях не составит труда. Пара минут, и вы королева. Можно это носить как в распущенном виде, так и собирать различные прически. То есть, эта процедура очень облегчает жизнь. И это, опять же, новый образ, это очень красиво. В подарок до 20 февраля скидка на лифтинг ресниц. При окрашивании японскими красителями «Материя» и «Напла» уход для волос «Флэшмен» в подарок. Улица Молодогвардейская, 178. Телефон 270-66-66. В погоне за молодостью и красотой не стоит спешить делать пластические операции. В настоящее время существуют и другие, более современные и безопасные методы. Термаж – единственный метод глубинного лифтинга кожи за одну процедуру. Эффекты глубинного лифтинга достигаются за счет монополярной энергии в 6 МГц, которая стимулирует клетки фибробласты синтезировать молодой коллаген, вследствие чего происходит мощная подтяжка кожи. Монополярная энергия проходит на глубину 8 мм в дермальной ткани без повреждения кожи, поэтому после процедуры Термаж не требуется периодовосстановления. Процедура позволяет проводить омоложение всего лица и тела, добиться лифтинга верхнего и нижнего века, овала лица, уменьшить морщины и второй подбородок, а также подтянуть кожу живота после потерь веса, родов или пасакции. Клиника «Эстетика». Улица Новосадовая, 142. Телефон 334-0024. Косметология сегодня упорно движется в сторону натуральности. Например, плазма-лифтинг – удивительно популярная процедура, потому что в основе препарата собственная плазма крови человека. Или лазерное омоложение – кожа самоомолаживается. Именно в этом заключается удивительный эффект этих процедур. В Самару наконец-то пришла уникальная методика PRP-терапии. Это омоложение лица и тела собственной плазмой. Но в отличие от обычного плазма-лифтинга, в PRP-терапии используется плазма, в которой содержится в 4 раза больше тромбоцитов, что в разы усиливает эффект от процедуры. Еще одна инъекционная новинка – методика плацентарной антиэйдж-терапии. Это одно из наиболее эффективных средств как в терапии, так и в косметологии для восстановления печени, оздоровления организма, лечения угревой болезни. Это современный метод очищения организма и восстановления иммунитета. Мезотерапия нового поколения, созданная на основе плаценты, действует на организм комплексно. Например, этот препарат не только позволяет сохранить в молодости красоту кожи, лечит пигментацию, устраняет рубцы, но и продлевает репродуктивный возраст мужчин и женщин, отодвигая время наступления климакса, улучшает настроение и сон, устраняет старческий запах. Абсолютно новая для Самары косметологическая методика – кинезиотейпирование. На поверхность кожи накладывается тейп, который создает условия для активации микроциркуляции в соединительной ткани, способствует выводу продуктов обмена и усилению лимфотока. В результате улучшается упругость и эластичность кожи, повышается ее тонус. Кинезиотейпирование может быть прекрасным дополнением к лазерным процедурам. Фракционное лазерное омоложение по-прежнему пользуется большой популярностью. Это мощная подтяжка кожи, устранение морщин и пигментации, лечение растяжек и рубцов после угревой сыпи. Для лечения самой угревой болезни используется другой аппарат – диодный лазер последнего поколения. С помощью этого же лазера можно удалять сосудистые звездочки, а также навсегда избавиться от нежелательных волос. Лазер работает даже на смуглой коже, поэтому загорать можно и до, и после процедуры. Методик для вашей стройности и красоты множество. Ботулинотерапия, микротоковая терапия, контурная пластика с использованием филлеров последнего поколения, фотоомоложение, дерматония. Быть красивой просто, если эту красоту вам дают настоящие профессионалы в косметологии. Безболезненная лазерная эпиляция на диодном лазере Mediostarnex. Удаление волос навсегда. Загорай до и после. Лазерное омоложение, удаление сосудов, терапия Ахне. Центр лазерной эпиляции и косметологии. Телефон 200-12-00. Прорыв в области эпиляции и косметологии. Диодный лазер последнего поколения удаляет нежелательные волосы навсегда. Этот лазер работает не только на светлой, но и на смуглой и загорелой коже. В отличие от александритового лазера, который разработан только для удаления темных волос на светлой коже. Преимуществом лазера является внесезонность и безболезненность. Загорать можно до и после процедуры. Диодный лазер – это не только эталон эффективной эпиляции, лечения угревой сыпи, но и современный метод удаления сосудов и сосудистых звездочек. Лечение сосудов на этом аппарате успешно используется во всём мире. На сегодня всё. До встречи на следующей неделе. Находите нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь. До свидания и будьте здоровы! Благодарим за предоставленные интерьеры Центр красоты и здоровья «Золотой век». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова